Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите, есть несколько вещей, на которые вам глобально нужно обратить своё внимание. Первое, это то, что вы остро нуждаетесь в людях, то есть без людей вам плохо. Здесь можно вести речь о самодостаточности, о развитии внутреннего мира, о том, насколько вы способны находиться в контакте сами с собой, насколько вы реализуетесь, то есть, ну вот, как у вас обстоят дела с реализацией себя, да, и насколько вы ориентируетесь на себя. Потому что если вам хуже без других людей, ну это как минимум означает, что вы ориентированы на них. Следующая история, это самооценка. Дело в том, что, как бы, тот факт, что люди обесценивают то, что вам кажется важным, говорит о том, что вы это обесцениваете сами. Но в себе это обесценивание вы не замечаете, потому что вам страшно его заметить, тогда придётся брать ответственность за это, а вы боитесь, что люди вас оставят. И поэтому вы требуете от людей это делать. А люди видят, что вы это обесцениваете, соответственно, обесценивают тоже. То есть, в основе данной проблемы здесь лежит то, что вы сами сомневаетесь, насколько серьёзно и важно то, о чём вы говорите. И у вас, вероятно, закладывается, закрадывается такая вот мысль, что может быть, может быть, может быть, люди правы, говорят, что в общем-то это мелочи. Ну, правда, ну, это мелочи. Вот. Это мелочи, то, что вы считаете проблемой. Ну, это мелочи. Вот. Что здесь момент именно в самообесценивании того, что вам важно. Следующее. Это восприятие отказа. То есть, если вас отказ обижает, то вы принимаете его на свой личный счёт. Значит, отказ вас как-то характеризует. Значит, есть некие неустойчивые представления о себе, которые отказ способен немножечко скорректировать. И повлиять на них. То есть, если вам отказывают, то вы хуже о себе, например, думаете. Это тоже необходимо корректировать. Следующий момент, это то, что вы помогаете, по моим ощущениям, чтобы помогли вам. Нет, понятно, что здесь есть некая такая грань. Значит, с одной стороны, если мы говорим о помощи, то есть, именно помощь как добровольную сторону, то вам за это ничего не должны. Если помогаете вы, то человек не обязан помогать вам в ответ. С другой стороны, вы можете считать, что если я для тебя что-то делаю, то и ты для меня должен что-то делать. Это ваше право. Ваше право так считать. Но за подобную точку зрения вам необходимо платить. А платить это значит не общаться с теми, кто такой установки не следует. Вы же не расстаете с этими людьми, несмотря на то, что они не соответствуют вашим требованиям. И если люди вашим требованиям не соответствуют, а вы все равно с ними общаетесь, возникает вопрос, а какой тогда вообще смысл в этих требованиях и реальны ли они? Нет ли за этими требованиями какой-то другой истории, которая и реализуется в этой ситуации? Например, история о том, что, ну, например, что я не, что я не достойна того, чтобы со мной считалось. Например, история о том, что общение с людьми приводит только к тому, что я чувствую себя ненужной, обесцененной и так далее. Следующий момент. Обида. Обида – это некие ожидания, которые есть у вас от людей, от ситуаций и так далее. Обида – это когда я не беру ответственность за то, чего я жду. Это когда я перекладываю на других людей ответственность за то, чего я хочу. То есть это мне человек должен. Не я сам должен посмотреть, что я могу сделать для себя. А именно, вот другой человек мне должен дать то, чего я хочу. То, чего я жду. Мало того, я стараюсь это себе подавить. То есть подавить то, чего я хочу. Потому что единственный способ выразить то, чего я хочу – это требовать от других. То есть у вас классическая такая зависимая позиция. Где в главу-то угла вроде бы как ставятся другие люди. Но по факту то, что вы переживаете – это недооценённость, неудовлетворённость, ощущение собственной неважности, ощущение собственной незначимости, ощущение, что вас используют, что вы жертва. И вместе с тем, нежелание менять круг круг своего общения и страх, что с вами общаться больше никто не будет. Это правда, кстати говоря. Если вы думаете о себе так, как я предполагаю, так вот, как в моей гипотезе, то с вами действительно люди общаться не будут. По крайней мере те, кто не хочет вас использовать. Вам будут общаться те, кто захотят вас использовать. Как вот, например, ваши друзья, вероятно, в какой-то степени. Потому что вы себя не любите. Вы себя не цените. И как вас будут ценить другие люди. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, вообще-то говоря, непонятно, какую даже проблему вы хотите решать, да? То есть какой у вас вопрос. Вот. Итак. Есть друзья. Семейная пара. Пишите вы. Дружим с ними 14 лет. Ну, срок довольно большой, конечно. Нужно понимать, что за это время люди меняются, что люди становятся другими, меняются их ценности, меняются их взгляды. Вот. И не всегда большое количество лет. Дружь бы говорить в пользу их, в пользу крепости. В пользу крепости. Дружь. Не всегда. К сожалению, не всегда. В последние три года общаемся очень тесно. Ну, опять же. Что случилось три года назад? Что значит тесно? И кто мы? То есть кто инициатор этого? Вот. Во всем помогая им, как поддержкой, так и реальными делами. Ну, это ваш выбор. Понимаете, вот здесь момент в тём, что помогать им, как поддержкой, так и реальными делами, это ваш исключительный выбор. И всё. Никто вам за этот выбор не должен. То, что вы такой выбор делаете, то, что вы такой выбор совершаете, не значит ровным счётом ничего. Мне в помощь реально было отказано несколько раз, и это выбор этих людей. Это абсолютно нормально. Идёт только моральная помощь. Ну, кто чем может, тот и помогает. Иногда происходят конфликты. Вы делаете вклад в этот самый конфликт, поэтому вам здесь нужно поработать со своим собственным вкладом в конфликт, обучиться бесконфликтным навыкам в взаимодействии и поработать над ответственностью, чтобы со своей стороны конфликтов не создавать. Это конфликты просто-напросто исчезнут. Которые я не считаю мелочью, но необходимо научиться бесконфликтно выражать свои эмоции и чувства. Постоянно говорю, что мне что-то не нравится. Мало говорить, нужно ещё и действовать, но действовать так, чтобы это не было обвинением, нападением, агрессией, принижением других людей. То есть, не молча об обидах, наверное, мы хотели написать об обидах, я не очень понял. Понимаете, если вы что-то не считаете мелочью, это не обязательно обида. Про обиды я сказал. Это манипулятивная история, когда через чувство вины мы пытаемся заставить другого человека что-то для нас сделать. Эта модель поведения, как правило, человек берёт из детства. Значит, кто-то в вашей семье поступал примерно так же. Хочется, чтобы друзья услышали и исправили те или иные ошибки во взаимоотношениях. Это говорит всего лишь о том, что вы этих людей не принимаете такими, как и они есть. Это первое. Второе. То, что вас это задевает. И третье. То, что вы сами себя не слышите и сами не уважаете. То, что вам важно. Для того, чтобы вы поверили, для того, чтобы вы опёрлись на то, что вы считаете важным, вам нужно, чтобы другие люди это приняли. Мне постоянно говорят, что эта мелочь на них не стоит зацикливаться. Это то, что вы говорите сами себе. Это тот ваш внутренний конфликт, который, ну, который у вас имеется. Это тоже обижает. Ну, опять же повторюсь. Вот видите, да, вы, как бы, говорите, это тоже обижает. Но вы не обдаёте себе отсчёт, как происходит процесс обилия, что происходит в это время у вас в сознании. Что происходит в это время в подсознании. Что происходит с вашим психологическим состоянием и так далее. Всё это нужно разбирать и корректировать. Вроде бы обиды забываются и опускаются. Ну, есть такая поговорка. Когда перемелется мука будет. Вот. Момент в том, что это не решает проблемы. По сути это просто бегство. Просто бегство. И нежелание брать ответственность. Но когда происходит новый конфликт, вот опять же, любовь, вы говорите, это обижает. Происходит новый конфликт. То есть вы строите предложение так, что от вас ничего не зависит. От вас не зависит, что происходит новый конфликт, хотя вы в нём участвуете и без вашего вклада его бы не было. Вы пишите обижает так, как будто от вас это не зависит. То есть в этой ситуации вы жертва жертва. Здесь я рекомендовал бы изучить треугольник Карпмана. Следующее. Так, значит, все вторые обиды просто выливаются вместе с новыми. Ну, это значит, опять же, что это всё не проработано. Что вас накапливается агрессия. Вот. И она блокируется, потому что нет адекватных форм для её выражения. Верёв не хочу, не хочу. Почему? Хочу забыть старые обиды, отпустить их со всем. То есть по факту вы хотите просто отрезать счастье себя, отрезать свои чувства, забить на то, что вам ценно и важно. Ну, как тогда люди будут вас уважать и за что будут люди вас уважать? Ну, не очень понятно. Научиться менее эмоционально реагировать на конфликтные ситуации. Ну, конфликтные ситуации можно не создавать вообще, это первое. Второе. Если повысить уверенность в себе и в свою наценку, вот, и, может быть, и, может быть, посмотреть на ваше представление о себе, да, то будете гораздо меньше, менее эмоционально реагировать на те или иные ситуации. Ну, я бы сказал, не на конфликт, не на конфликт. Я бы сказал, больше, менее эмоционально будете реагировать на позицию других людей. И вообще, других с друзьями гармонично с тобой, и они уважали меня тоже. Для этого вам нужно уважать себя, а себя вы не уважаете, к сожалению. Вот, хотите забыть то, что вам важно и так далее. Как это сделать, не знаю. Работал с психологом, в принципе. Пробовал разорвать отношения с друзьями, но мне без них ещё хуже. С этим тоже нужно поработать, чтобы понять, что вы имеете в виду. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.